Праздничком. Вы знаете, как понять, что ты уже больше израильтянин, чем украинец, россиянин, белорус, казах, ну и так далее. Знаете, как понять? А? Самойл, что там? В Исусе? Это знаете, как там анекдоте. Я говорю, знаю, что Белочка, Белочка. Ну, да, 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 я понимаю, что вы духовные люди. Но вот как я вам скажу, как я начал осознавать, что я, наверное, уже больше израильтянин. Когда праздник Песоха стал для меня более естественным, чем Новый год. Правда? То есть я по инерции как бы стараюсь там войти в атмосферу новогоднюю такую, где там все это. Но в Израиле это очень сложно. Две всего вот этого такого кипиша, да, вот этого всего. Морозец такой, люди там с елочками по улицам бегают, детки на санках где-то. Всего как бы... И ты вот это вот как бы искусственно тянешь, тянешь. Спасибо, Паша. Ну, зато когда Песох, вся страна в суете, подготовке такой, все там, выходной у всех. Все поздравляют. Ну, сейчас не знаю как-то, сейчас я так, может, не заметил, но обычно даже чуть-чуть добрее на дорогах шофера становились. Ну, и вообще на улице там такое предпасхальная неделька такая вот. Самые, конечно, смиренные в Израиле это... Когда? Йом-Кипур. Йом-Кипур, правильно. Все просят прощения там, все там. Он как бы старается хотимутову заработать. Желают этого друг другу. Хорошей записи в книге. Но вот Песох это такой самый генеральный, вот именно веселый праздник. И я это уже понял, живя в Израиле. Я вам скажу, как первый наш Песох прошел. Мы жили в Иерусалиме и жили... Мы приехали в мае, ну, как бы вот прожили до первого Песоха. И тут бах, праздник. Мы вообще не знали, но, знаете, на то время в Иерусалиме как бы вообще русскоязычная такая культура или там вот культура там магазинов русскоязычных, сотрудников в разных организациях русскоязычных практически не было. Ну, на весь Иерусалим один магазин был какой-то русскоязычный. И то он в центре города, а мы жили вообще где-то на окраине. Поэтому мы его иногда видели, когда в центре гуляли, что он есть, как музей. Ну, как бы пользоваться им особо не пользовались. Ну, и вот это ж приходит первый наш Песох в Израиле. Это было в 2000 году. И мы как бы, опа, надо ж дальше кушать по инерции, там, за хлебушком. А ничего нету. Все закрыто, все... Ну, никакого квасного не продают. И я помню, я неделю жувал мацу. Принужденно. Я ее и в суп, и так. И с яйцом поджаривали. И как только мы ее не делали, ну, вот так вот наш первый Песох, так сказать, добровольно-принудительно отпраздновали с мацой, кошерненько все. Потом стали умнее. Я вам не скажу, что мы делали. Сегодня оно уже не актуально. По-моему, сегодня уже русских магазинов и всего уже можно забить свининой на Песох там. Ой, что это? Хлебом. Кстати, вы в курсе? Завтра у нас пасхальный седр, мы собираемся. Уже стоит у меня в загоне барашек. Млеет, ждет своего курбан. Ну, это с другой историей. Ждет завтрашнего, так сказать, вашего пришествия на него. Вы готовы? Что-то как-то так. Ой, твои мои. Кстати, хочу поблагодарить всем, кто помогает, потому что эти несколько дней такие выдались. Вот братья Паша, Анатолий. Кто у нас еще? Ну, Инночка, Элеонора, естественно. Все, кто подвязаны, помогают. Ну, это я вас ободряю, потому что завтра еще надо помогать. Чтобы мы преодолели этот Песох, потому что кто-то празднует, а кто-то работает на разных работах. Мариша радостная и уставшая. Это вот такая израильская благодать называется. Уставший, радостный, но здесь, на собрании. Вы знаете, я вот сколько живу в Израиле, я могу сказать, что, ну, вот по такой причине, что просто я устал и хочу полежать, а работал я и на двух, и на трех мы с Инночкой работали одновременно. То есть с одной работы бежишь на другую, там на заводе постоял, потом там подъездики поубирал, а там еще квартирку подхалявил. Ни одного собрания, живя в Израиле. Это почему вот сейчас нас Бог так благословляет в разных местах. Я вот сестре Иде рассказывал, как мы, наше последнее путешествие по пяти церквям из Откровения, как Бог просто вот всем спасибо, кто поддерживал молитвами и материально. И почему Бог благословляет? Потому что, вот я вам скажу, что никогда у меня не было лично, вот свидетель Инна, она всегда не даст мне соврать. Практически моя совесть. И не было такого, чтобы я там сидел и думаю, да нет, что-то я устал вот с работы. И Бог, когда видит это, вы знаете, это трогает сердце Бога. Возможно, иногда я сидел и где-то мне было не до проповедника, не до того, чтобы сконцентрироваться. Ну, хотя я такого мало помню, чтобы так было. Ну, предполагаю, что где-то, возможно, был чересчур уставший. Но всегда я шел на собрания, и это не только собрания по выходным. Я старался, когда это было в моей досягаемости, потому что было время, что мы с Иной ездили из Иерусалима, ездили в Аждот на собрания. Каждую субботу на мотоцикле мой верный Санчо Панчо сзади, как навигатор, я садился за руль. И мы с Иерусалима долетали за 35 минут до Аждота. Это, ну, трассы пустые, где камеры стояли. Это надо будет стереть. Я знал. И долетали просто там еще с горы вниз, получается, большую часть. И на каждое собрание. Но когда уже мы переехали поближе к церкви, то молитвенные все, потом пастор меня вообще просил оставаться вести молитвенные. И все, все, которые возможны, собрания, я старался быть. И вижу, как в этом... Почему? Оно, знаете как, не просто собрание, как, так сказать, как в коммунистическое время, там отметку поставил, там, вот я партийный человек, такой преданный партии. А просто это мое почтение было к присутствию Бога, в присутствии Его Слова. Ведь на каждом таком собрании верующих обязательно звучит Слово Божье. Обязательно написано, что там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Так сказал Бог. Будь здоров. И все, получается, когда соберутся люди, ну не просто о футболе поговорить, или о борще, соберутся поразмышлять над Словом Божьим, поделиться, засвидетельствовать. Кому-то нужна молитва, поддержка. И все равно ты так или иначе, когда собираются, обращаются к Богу. И получается, что присутствуя там, я выражал и выражаю почтение к моему Богу, в Которого я верю. И когда моя жизнь дальше была в нуждах каких-то, я нуждался, чтобы Бог почтил мою жизнь, мои обстоятельства. Потому что мы все хотим, чтобы Бог почтил наши обстоятельства. Иногда они тяжелые, иногда болезни, иногда финансы поют, романсы. Выходишь, они сидят, такие финансы. И, Иночка, спой романс какой-нибудь. Там пару... Вот, и вот это финансы сидят вот так вот и поют вот так. И ты на них смотришь и думаешь, поют. И в разных обстоятельствах, где нам так нужна, и Бог авансом, и из Его милующего сердца часто дает нам. и как бы наперед благословляет, потому что Он Отец наш, любящий Отец. Но представьте, с какой радостью, с каким желанием Он это будет делать, если мы почитали Его, и с каким желанием и радостью Он будет почитать нас в наших обстоятельствах. Он просто... Вы знаете, я заметил, что Бог, Он даже радуется... Вот я не знаю, это прям переживаю в своей жизни, что как будто, знаете, вот мы где-то идем, у нас какие-то такие обстоятельства, и Он бах, что-то сделает, и прямо вот стоит, и как бы наблюдает и ждет. И мы когда заходим в эти обстоятельства, понимаем, что Бог это все устроил, сделал, предусмотрел, Он же же Егова Ире, и Он стоит и как бы... И ты узнаешь уже Его почерк, ты уже понимаешь, что это Он постарался, ты еще не знал, что туда попадешь, что тебя ждет такие обстоятельства, Он уже постарался. И я вижу, что вот это старание Его вот так сделать, оно доставляет Ему радость, что не надо Его там трясти за бороду, чтобы Он ответил на какие-то нужды, чтобы Он там слезно умоляет, чтобы Он что-то сделал, а вот Он хочет вот так вот своим детям дарить радость. Но вот скажите, у кого есть дети, когда Вы хотите это делать? когда Ваши детки тянутся к Вам, когда Ваши детки еще даже послушны Вам, а когда Ваши детки непослушны, когда Ваши детки не хотят Вас, не тянутся к Вам. Я вот даже собачку свою люблю, потому что она тянется, и один кот, он чуть больше тянется, Мося, а вот рыжий, он не тянется, он бегает, хотя родился у нас, вырос, а Мося, он с улицы попал. А вот этот, который у нас родился, он убегает, почему-то как боится, хотя его никто не обижает. И вот как бы хочется вот Мося больше и накормить всегда, и это, и приласкать его, такой, думаешь, ух ты хороший. А вот тот как бы все время, и я Вам скажу, что у Бога есть, вы помните, на прошлом собрании говорили за чувствование Бога, что у Него есть сердце, что Он живой, что у Него есть, помните, Иисус, Он заплакал, когда узнал о Лазаре. У Него есть чувства эти, ведь Иисус, Он отображает природу Бога полностью, да и мы отображаем. Вы можете по себе спокойно, не думайте, что Бог это инопланетное совершенно какое-то существо. Вы помните, как Он нас сотворил? По образу и подобию чьем? Своему. Поэтому многое в том, как мы чувствуем, переживаем. Вот то, что Вас расстраивает, знайте, Бог не робот, Его тоже это расстраивает. Просто в Нем гораздо больше, Он говорит, даже если мать родная оставит свое дитя, я не оставлю. В Нем гораздо больше любви, гораздо совершеннее эта любовь, гораздо глубже Его милость, сострадание, где, может быть, мы бы уже не выдержали, топнули ногой бы и оставили. У Него это гораздо в большей степени все. Но даже у Него есть предел. Вы помните, что написано, «И не остается более жертвы за грех». Какой грех? Когда человек умышленно берет и делает что-то не так, как это нравится нашему Отцу. И написано, что «более не остается жертвы». Вы помните Иуду, что Иуда просил, вроде как бы раскаивался, что вот предал такого праведного, доброго Иисуса. Но, и вы помните, мы на том служении говорили за Измаила. Вы помните, что мы говорили, что не мог изменить Исава. Простите. Понимаю, что сказал, что-то не то, но не могу понять, что. Когда он просил и не мог переменить мысли Отца, что уже ничего нельзя изменить. Поэтому вот этот, как бы, что Бог обязательно чувствует, обязательно чувствует нашу... Я вот смотрю, Тамарочка, Идочка, вот они собираются и вперед, и в бой. Я очень хочу, хотят... Поймите, это одно из свидетельств, когда человек хочет быть в собрании святых, хочет увидеть своих братьев, сестер, поделиться о чем-то, что Бог делает, принять какое-то Божье Слово, что-то отдать от себя Божье Слово, ну вот как у нас, допустим, на домашке проходит, что это такой обмен, где мы делимся, как написано, у кого есть псалом, там у кого, ну таких псалмопевцев у нас немного на группе, хотя буду рад какие-то с гитарой. Самуил, ты на гитаре, не? Вот, так бери в следующий раз и пару песенок, псалмов, там, это будет вообще классно. Вот так делиться, и если это тянет тебя, если тебя туда, иногда может быть не тянуть, иногда он может быть устал, но если ты будешь верен вот так вот перед Богом, не просто какой-то организации церковной, неважно, или еще, а когда у тебя в сердце, ты понимаешь, что я так выражаю свое, как еще нам выразить свое почтение? Мы можем говорить, Бог, я тебя люблю, но мы как бы совершенно можем игнорировать там, где он приходит, там, где собираются во имя Его. Ну, это я не собирался говорить, но вот как бы почувствовал, что поделиться с вами, почему в моей жизни во многом мы видим, я вижу, что Бог вот прямо наперед устрояет какие-то нужды, какие-то закрывает дыры, и это так не было, друзья, я просто могу свидетельствовать, потому что я знаю, как это было, наоборот, какие-то постоянно влипалого, постоянно какие-то к тебе прилипают люди нехорошие, постоянно ты какие-то вляпываешься истории, постоянно какие-то приходится разруливать ситуации, что-то добывать как-то эти деньги с таким, как, помните, проклятие какое было исказано на Адама, будешь добывать в поте лица свой хлеб, и вот мы вот в этом проклятии все время добываем, а в Израиле это очень легко, так сказать, чтобы у тебя пот на лице был, я когда на улице здесь работал, то это было очень сложно, летом это, я даже видение видел, не знаю, как бы от солнца такого сильного или в духе был, Макс, шалом, дорогой, пришел, его надо посадить на скамью где-то опоздавших, хоть он и такой красавчик, все равно его давайте откроем, почитаем слово из Еврея, 9 глава, на исход кого еще читать, конечно, евреев, сначала я буду, еврея, 9 глава, у нас сегодня еще так неожиданно в мое сердце пришло, вы помните главные атрибуты исхода, какие были, когда выходили, самое важное, что не дало ангелу смерти войти в дом еврея, в кровь, что если бы не было помазанной косяки кровью, то это был знак для ангела смерти, который поражал, что в этот дом это свои, туда это божьи, туда нельзя заходить, там никого не забираем, и тогда ангел смерти проходил мимо, и вот эта кровь, вы знаете, что это вот мы сейчас пели тоже, что это прообраз той крови, которая была пролита на Голгофском кресте Христом, и защищает нас от этого же ангела смерти, от этих же проклятий, от этой беды, это защита в его крови, но только теперь помазаны косяки не наших домов, а наших сердец, теперь мы стали домом Божьим, когда человек открывает свое сердце, Бог приходит вовнутрь человека, живет там, и помазание вот этой крови Христовой говорит о защите, смотрите, давайте читать с первого стиха девятой главы евреев, и первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесую была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилища, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. То есть так Израиль, так наш народ приносил жертвы до Рождества, до пришествия Христа. Сим, Дух Святой показывает, что еще не открыт путь в святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приходящего. Смотрите, есть совершенно другой уровень в Новом Завете, во Втором Завете. Есть другой уровень того, что Бог решил сделать со своими людьми, со своими детьми, кто приходит к нему. Он решил повлиять и исправить не просто, чтобы мы каждый раз приносили жертвы, просили прощения, и Он нас прощал. Он решил поправить что-то внутри нас, поправить и оживить, скажем так, нашу совесть. Она есть у человека, даже когда он, допустим, неверующий. Просто у каждого разное, там он поступает более совестно, кто-то менее, кто-то вообще бессовестно, но у Бога в этой самой совести истинное как бы ее предназначение совести, это чтобы этой совестью служить Богу. Давайте почитаем дальше. Не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Это как бы важно, потому что именно в этом разница, именно в совести, что Бог туда достигать хочет. И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти. То есть раньше это все работало внешне с нашим телом, как бы приносилось что-то, омывалось. Установлены были только до времени и исправления. Но Христос первосвященник будущих благ. Мне нравится, вот запомните, это его как бы статус, его естество. Первосвященник будущих благ. Это уже очень радует, что мы верим в такого святого первосвященника, который приносит благо своему народу. первосвященник будущих благ. Придя с большую и совершеннейшую скинью нерокотворную, то есть не такового устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это святилище, в которое он вошел, оно находится на небесах, потому что вы помните, что Моисей и все, что было устроено Израилем, святилище, храм потом, последствия, это все было принято с небес. Увиден проект, как бы, как Бог давал это как тень, они видели и копируя воспроизводили что-то на земле, поэтому все храмы, которые строились и существовали и существуют, на самом деле они как бы срисованы с того, что находится там, в поднебесье. Вот Иисус, Он вошел со Свою кровью туда, в небесный храм, и что у нас дальше? Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, Паша сегодня читал, что приходили убирать пепел после всех этих приношений, была такая вот святая обязанность с метлой приходить и выметать пепел после жертв. Через окропление освящает оскверненных, так бы чисто было тело. То есть священник он окроплял таким иссопом, прыскал на людей, на тору, на предметы используемые, храмовые всякие, утварь. Все это окроплялось кровью, и таким образом кровь, именно кровь, она была вот тем хомером, тем материалом, который перед Богом вот так воспринимался, что освящается. То, тут написано кольми пачи, но скажу так, что то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу очистит совесть нашу. Смотрите, может вы никогда не обращали внимания, говорят всегда, я очищен кровью Христа. Вы должны понимать, что именно очищено, что не просто ваша плоть очищена, не просто очищена совесть. Это такой немаловажный нюансик, чтобы я всегда люблю и говорю, что Библия это очень юридическое письмо, что не просто так мы очищены где-то вот так, где конкретно мы очищены, как мы очищены, а очищена совесть, потому что до этой жертвы Христовой все жертвы, которые приносились перед Богом, они не могли этого сделать. Бог прощал посредством жертв, снимал с народа грех, но совесть оставалась всегда такой же нечистой перед Богом. Но новый завет в крови Христа принес что-то новое, новый уровень очищения, новый уровень принятия перед Богом. Он решил проникнуть туда в нашу совесть посредством крови Христовой и подремонтировать, сделать тикун нефиш, тикун нашего, ремонт нашего сердца, нашей совести. Очистит совесть нашу смотрите от чего, от мертвых дел. Почему я всегда говорю, что человека, который по-настоящему любит Христа, можно увидеть по его поступкам. Почему не стоит как бы сразу вот так верить, что я верующий, но сказать это легко, вот мы на домашке разговаривали, общались, что я мыт кровью, я верующий, это так просто стало сказать, и ты как бы стоишь, ну да, что я ему противооставлю, вот сказал человек, я верю в это, но часто это люди просто могут говорить, что они согласны с этим, что то, что они прочитали, но настоящая вера, написано, что вера без дел мертва, каких дел, вот тут написано, каких дел, во-первых, это то, чтобы избавиться от мертвых дел, для этого было, то есть, это свидетельство того, что наша совесть очищается, смотрите, к примеру, как это можно, такой, небольшой, как бы, пример, чтобы понять, вот, заходишь ты в подвал, и полная темнота, ты не видишь, где там, когда мы пацанами лазили, там бывает, где-то труба в подвале течет, и там уже образовывается такая каша и болото, можно так, когда темно, только с улицы заходишь, потом, когда мы там долго сидели, уже привыкаешь, и как кошка видишь, но сначала, когда со света заходишь, ничего не видно, где-то наверху может какой-то кран торчать, ты можешь удариться, внизу какое-то болото, болото быть, тут где-то торчит стекловато, ты на нее обопрешься, все пацаны знают, что такое стекловато, ну и шухерные девчонки тоже, наверное, знают, как это потом все колется и чешется, где-то на что-то наступить, может, кто-то до этого заходил в этот подвал по какой-то нужде, и ты, короче, ничего не видно, и вот это наша жизнь, этот темный подвал, наша совесть, у кого-то она, допустим, мы сейчас говорим за совесть, которая нужна Богу, тут очень важный момент следующий будет, мы сейчас разговариваем за ту совесть, потому что у каждого человека, я говорю, что есть плюс-минус он совестливый, ну есть бессовестный, но есть как бы то, что мы называем люди там вот по совести поступать, но у Бога есть чуть больше уровень, для чего он эту совесть очищает, и мы дальше об этом будем читать, так вот заходит подвал, это вот подобно нашей жизни, этому темному подвалу, и мы не можем часто разобраться, что нам делать, как поступать, то мы провалились куда-то, в депрессию попали, где-то в эту кашу водяную, грязную встали, то наступили в какой-то извиняюсь, искремент, то ударились головой об кран, то в стекловату, это все проблемы давления и разные обстоятельства нашей жизни, потому что мы не видим, но когда была пролита кровь, когда мы принимаем Христа, просто кто-то включает свет, и ты сразу все видишь, включили свет в этом подвале, но когда его включили, ты только увидел, где беспорядок, ты только увидел, где что находится не на своих местах, это очень важно, потому что некоторые думают, что придя ко Христу, когда включили свет, когда пролился Дух Святой, коснулся моей совести, оно автоматически в этом подвале все прибралось и стало порядком, но мы все знаем, кто уже верующий давно, что не было сразу никакого порядка, но свет пришел, почему я привел такой пример, потому что о Боге сказано в Иоанне, Бог есть свет, и вот этот свет пришел в нашу жизнь, мы увидели, где беспорядок, и дальше мы сейчас читали, что влияние на нашу совесть происходит тем, что мы начинаем выметать и убирать мертвые дела из нашей жизни, из нашего вот этого, скажем, подвала, подвал это что, это на самом деле фундамент дома, на котором стоят все остальные этажи, часто говорят, что если именно этот фундамент будет неправильно что-то там покривиться где-то, то и весь дом завалится, так вот, влияние на нашу совесть, это как свет, который пришел, и наша ответственность подходить к тому, где мы видим, не игнорировать, потому что до этого мы могли не понимать, что это мертвые дела, просто не видеть, потому что не было света, Бог не пришел в нашу жизнь, и мы не видели, но тут наша совесть это то, что я первое почувствовал и понял, что со мной происходит что-то невероятное, чудесное, чего со мной не было раньше, я пока у меня был какой-то там уровень моего представления о совести, я так жил, но когда Бог пришел в мою жизнь, я вдруг увидел многие вещи, которые я делал и мне казалось, ну нормально, это не очень-то плохо, ничего такого страшного, ну схитрил немного наоборот, какой я хохам, какой я умненький, какой я продуманный, мега-мозг, и мне казалось, вот какой я красавчик, вот тут я выкрутил свое, пусть это завтра ляжет больше нагрузкой на моего кого-то там, кто, на другого человека, ему это принесет каких-то проблем, ну меня-то это как-бы не волнует, я вот, а потом когда Бог пришел в мою жизнь, я начал чувствовать, что, э-э-э, дружище, пусть никто не видит, пусть никто не знает, но твоя совесть-то говорит о том, что это неправильно. И я вдруг это начал чувствовать и думаю, какое интересное чувство. Меня прям это вот заинтересовало, захватило, я решил, я хочу пойти за этим чувством. Я хочу его не терять. И дальше вера в Бога это можно поставить равно жизни по совести. И смотрите следующее. Очистить совесть нашу от мёртвых дел. Для чего? Для служения Богу, живому и истинному. Вы помните, я начал с этого свидетельствовать, что почему в моей жизни Бог многое делает. Я уверен, что Он и в вашей жизни делает, и вы свидетельствуете об этом. Но как бы, я просто могу за себя говорить, а вы будете, когда здесь свидетельствовать. Конечно же, вы будете свидетельствовать за то, что Бог делает в вашей жизни. я знаю, что Бог много в Викиной жизни. Это то, что я видел. Это прям вот очень так принципиально ярко происходило на моих глазах. Так вот, то, что здесь написано, служение Богу, я вам скажу, что вот приходя на собрания, на молитвы, на домашки, ну, там, где не просто будут кушать. Мы иногда, конечно, просто кушали на домашке. Ну, я не виноват, честно. Они вот все хохочут, кто меня соблазнял. Ну, иногда мы можем и так. Ничего страшного. Но все равно собрались же божьи люди, даже если пиццу полопать. уже как бы уже хорошо. Но даже если из трех домашек одна будет высоко духовно проходить, я считаю, что это великое достижение уже. Где-то, ну, потому что я, знаете, как не стараюсь там прям религиозно, чтобы мы там прям шаг влево, шаг вправо, все, Бога потеряли. Нет, конечно, но мы стараемся, по крайней мере, стараемся, чтобы Божье Слово было, было свидетельство, были какое-то размышление. И я считаю, что это и помните, почему Моисей, что он говорил фараону? Отпусти мой народ принести, сделать жертву Богу. Для чего как бы это служение Богу, да? Для чего Бог выводит из Египта? Для чего Иисус проливает кровь? Для чего вообще вся вера христианская, если нам все это, что делает Бог, неинтересно? Для чего это все? Просто как бы один из таких оберегов повесить, как люди вешают оберег какой-то там, от того, от всего, ну еще как бы на всякий случай вот в христианство войду, так сказать, еще один будет оберег такой, знаете? Бог написано, чтобы служить Богу живому и истинному, и когда человек в это входит, когда его не из-под палки туда гонят, а когда ему, у него есть нужда, еще раз повторюсь, вот нужда в братьях, в сестрах, чтобы вместе собраться, прославить Бога, это служение ему, там мы получаем, вдохновляемся, и потом где-то свидетельствуем, вот работали Александру, Толик сначала засвидетельствовал, принес там, но я вам скажу, что это служение всех, кто молится, потому что сначала мы молились, чтобы Бог нам дал возможность помогать, помните, как мы просили, и мы хотели, чтобы помогать людям в городе, потом люди, которые занялись, чтобы договориться с другой организацией, получить какие-то продукты, получить какие-то еще помощь, потом Толик уже подхватил, начал это все сначала мы сына развозили, сейчас Анатолий, кстати, я думаю, что ему понадобится помощь братьев, потому что там и пакетики такие увесистые, а мы еще хотим это у Толик, конечно, брат такой рвется в бой, давай, пастор, еще увеличиваем, вдвойне давай увеличим, я говорю, как ты, Анатолий, будешь это все, ну, это тяжелый, продуктовые наборы, тяжелые вещи таскать, и каждый, кто жертвует, чтобы мы могли как-то, это же все равно, чтобы мы этим занимались, этой деятельностью, мы должны все это делать легально, открыто, для этого нужно оплачивать регистрацию каких-то документов, для этого нужно содержать юэцет масс, бухгалтеров, то есть, люди, которые в этом понимают, чтобы нам не сделали каких-то неприятностей, мы должны оплачивать несколько должностей, которые бы все это подводили, это то, что вы жертвуете, это идет туда, то есть, каждый, кто жертвует, кто помогает делом и участвует какими-то физическими участием, это вклад каждого, и это есть служение Богу, чтобы передать дальше людям о нашем спасителе, чтобы дальше через эту помощь, это не суть просто в этой помощи, хотя для некоторых и этого уже как бы достаточно, они говорят все, но вот как Александр, он ему заинтересовалось, он пошел дальше, он хочет узнать, как, что, кто, да, Элеонора показывает на всех, кто, Наташа, да, вот кого Бог касается и кто хочет узнать больше, пожалуйста, как бы Божьи столы, они накрыты, некоторые придут, возьмут с этого стола всего лишь там пару баночек тушенки и останутся дома, а кто-то захочет узнать, послушайте, а кто этот стол накрыл, кто хозяин всего этого, и я вас уверяю, каждый из нас, кто участвует, покажет на Него, никто не заберет это себе, это я там, и великий там помощник людям, каждый, кто по-настоящему верит в Христа, покажет на Него и скажет, это Иисус, почему мы этим занимаемся, потому что это Он однажды пришел в нашу жизнь, потому что это Он однажды точно так же поддержал, помог нам через других братьев и сестер, и они показали нам на Него, познакомились с Ним, в этом вся суть, чтобы наш Машех, наш Ишуа достигал новые, спасал новые семьи, новых людей, его, я вам уже говорил, что его радует сделать для нас что-то хорошее, защитить нас от нападков врага, от болезней, от проклятий, его это радует, не думайте, что его надо прям выколачивать из него это спасение, вы помните, как он бежал к Лазарю, который умер, и уже ему говорили, да Господь уже все, уже умер, уже можно все, отбой, и он все равно к нему шел, именно там у него была слеза, он плакал за него, он так переживал, Иисуса не остановят даже, что что-то умерло в нашей жизни, что-то уже на чем-то поставлен крест, на чем-то уже кажется, как это возможно исправить, но как пройти, когда сзади враг на колесницах, метется разъяренный, а впереди море, как, куда бежать, Богу вообще он раздвигает моря, Бог проходит сквозь врата смерти, он просто подошел к этой могиле и сказал, Лазарь, выйди оттуда, вон, это не твое место, это не то, где ты должен сейчас быть, Лазарь, выходи, Господи, да уже смердит, уже запах трупный выходит из этой гробницы, вы знаете, что это в скалах были такие, задвигались камнем, и оттуда сквозь щели уже пробивался запах, они отодвигали, закрывали нос, маски одевали, вот откуда маски пошли, там уже все, явно трупные яды, уже разложения полным ходом, крысы побежали оттуда с куском Лазаря в зубах, разбегались, да, у меня художественное воображение, но, не знаю, может где-то в фильмах видел, он говорит, Иисус стоит, как будто, знаете, ни в чем не бывало, как бы, Лазарь, а ну-ка давай, выходи, вы думаете, что что-то умерло в вашей жизни, что-то там, какая-то проблема, которую уже не решить, уже это запечатано, в гроб уже засунуто, уже крест поставлен, уже все это, да вы поймите, наш Машия, наш Спаситель, ему повинуется все, вся Вселенная, он ее создал, однажды здесь, на Кенерите, поднялась буря, ученики в шоке, в панике, он спит, спит на корабле, отдыхает, ну, устал он, служил много, я думаю, что после этого Песоха мы тоже так готовы будем заснуть в любой шторм, я вам скажу, что мы уже потратили 600 евро, чтобы плов сделать для вас, но это не только на рис, мы закупили там казан, представьте, на столько человек варить, это нужна специальная посуда, вы купили горелку, газовый баллон, мясо, ну, вот я же говорю, стоят эти барашки во дворе у меня, в загоне, Анатолий просто купил птицефабрику просто, все для вас, дорогие, чтобы вы понимали, что Песох, исход, что как это связано вообще с нашим Машехом, с кровью, которая защищала наш народ от поражающего ангела, от врага, что как сегодня защищает и как велика кровь нашего Спасителя, которую мы сегодня причастимся, как много он сделал вообще и насколько подвластно ему, и вот он на этом кенерите лежит, шторм, волны, ученики в панике говорят, мы сейчас потонем, будите Учителя срочно, они тормошат Иисус, и он там один глаз там продирает, что еще? И он видит, наверное, эти перепуганные очи Петра, которые тонем, все, все пропало, шеф, тонем, и вы знаете, мы иногда так же приходим к Иисусу с нашими проблемами, и мы не понимаем, что, как Иисус говорит, что дела нету до нас, у меня уже воющая проблема, у меня уже все, уже все романсы спеты моими финансами, уже, я не знаю, уже все, вот все, Господь, вот немного, и все, идем на дно, и нам кажется, что Иисус, вот он просто безразличен вообще, и как-то, где он вообще, Иисус встает спокойно, еще говорит, ну что ж вы такие вот, фомы неверующие, ну что, ну, как бы вы не понимаете, что ли, с кем вы в лодке? Как может утонуть лодка, в которой находится царь вселенной? Скажите мне, как? Как может утонуть твоя жизнь? И погребена быть в могиле, как Лазарь, если в тебе живет царь вселенной, сотворивший каждую клеточку в твоем теле? Он знает наперед не только та нужда, которая у тебя сегодня, та проблема, которая у тебя сейчас, он знает их все, которые могут прийти, которые хотят прийти, он видит всю очередь врагов и проблем, которые стремятся атаковать тебя, он их всех видит и знает наперед. Единственное, чего он бы хотел делать, он, возможно, будет делать и защищать тебя просто от того, что он верный Бог. Но он, как отец, хотел бы это делать с радостью. Он, как отец, хотел бы делать это с удовольствием. И говорить, как он говорил об Иове, посмотри, он перед сатаной, прям, я когда читаю это место, я прям вижу, как в нем прямо поднимается вот это, он говорит, ты видел ли ты моего раба? Он не сдался, он не пошел на попятную. Ему прям приятно было заявить сатане, который говорил ему и шептал, написано, что дьявол, он клеветник, он день и ночь клевещет. На каждую твою ошибку, запомни, на каждый твой промах, на каждое твое несовершенство, он сразу же стоит и, а, посмотри, смотри, какой он, а, жук какой. Посмотри, какой он, ты видел, а, и он всячески пытается обратить внимание Бога на наши ошибки, на наше несовершенство. но как Бог хочет говорить и заявлять, когда мы поднимаемся и становимся верными Ему, как Он хочет говорить, ну что, всему аду и тьме, говорит, ну что, посмотрите, вы говорили, что Он ни на что уже не будет нужен, что Его надо списать, что Его надо отдать Вам на растерзание, что Он уже или Она уже никогда не изменится, ничего невозможно уже будет изменить, но посмотрите, как Он занялся своей совестью, которая говорит Ему, что правильно и что неправильно. И когда Богу становится от этого хорошо, поверьте, Он будет просто наперед отвечать, наперед разгонять, сколько капканов и ловушек расставляет сатана, чтобы уловить каждого. Он пришел, дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он работает над этим, у него технологии шести тысяч лет давности, он их усовершенствует, развивает, использует. Он уже настолько изучил природу человека, но он не знает одного, того, что как мы поведем себя, если мы начнем в совести своей избавляться от мертвых дел. Это не подвластно дьяволу. Вот тут он уже не может ничего рассчитать, он не может ничего просчитать. Все, как мы поведем себя, он знает, он знает, на чем твое слабое место и где тебя можно ловить. Он знает, в чем ты уязвим и где тебя можно закабалить. Он все это знает. Единственное, чего он не знает, что если ты в своей совести начнешь, как на Песах еврейский народ начинает наводить порядок, генеральную уборку в своих домах, во всей стране, у нас даже мусорники, я видел, теперь ходят и водяного бронзбой это омывают. Все должно быть чистенько, все внешне убрано. Если бы народ Израиля так взялся за сердца свои и за души свои, как радовался бы небесный Отец, как веселились бы небеса. И когда мы начинаем наводить пасхальный порядок, избавляясь от мертвых дел в нашей жизни, от мертвых мыслей, давайте дочитаем еще немного. Очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому, мы уже пометили, что для служения Богу, вот для чего он это все делает. И потому он есть ходатай Нового Завета. И потому, то есть когда все идет потому, как Бог это предусмотрел, то тогда и это начинает работать, что он становится ходатаем Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, то есть были люди, которые сделали преступление, и для них была такая милость, что те, кто умерли до Христа, для них вот такое предоставилась возможность быть искупленными от преступлений, сделанных в Первом Завете, то есть еще то наказание, которое полагается от нарушения Торы. Призванные к вечному наследию получили обетованное, то есть были призванные к вечному спасению, и они все равно не могли войти в вечное спасение, пока не пришел Машех Ешуа. Они ждали его пришествия где-то в загробном мире. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Ну логично, у людей точно так же. Написал завещание, пока человек жив, ты не можешь вступить в наследство. Так вот почему нужна была смерть Христа, Он Спаситель, и нужна была Его смерть, чтобы Его завещание вечной жизни, вечного спасения мы могли унаследовать. Понимаете? Если бы Он не умер, то мы не вошли как наследники в это завещание. Поэтому Ему нужно было умереть, чтобы мы полноценно, полноправно стали наследниками вечной жизни, вечного спасения. Этого не могли сделать до нас ни один пророк, никто не мог этого сделать. Они ждали, пока придет завещатель и исполнит то, что должен. Поэтому нужна была смерть Ешуа. Потому что завещание действительно после умерших оно имеет оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнося все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленую и и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Так же окропил кровью и скинию и все сосуды богослужения. Да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были образы небесного. То, что я вам говорил, что это было срисовано с оригинала небес, то, что на небесах, на земле это только образы. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, ну, этими вот всеми богослужениями. Само же небесное лучше сих жертвами. Ибо Христос вошел в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицей Божьим. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять, взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Я, конечно, планировал еще десятую главу сегодня, они как бы связаны между собой, но у нас есть еще причастие, еще молитвы, поэтому я думаю, что на сегодня мы слово, которое имел к вам, буду завершать. Давайте помолимся, чтобы оно было растворено верою слушающих, чтобы вы понимали, что кровь Христа это его завет, кровь завета, что если мы приближаемся к нему, если мы становимся его детьми, а если мы еще становимся детьми, которые открыли свою совесть и стали избавляться от мертвых дел, я вам скажу, что мертвые дела это суета, мертвые дела это грехи, он пришел, чтобы избавить нас от всего этого, от этих мертвых дел, там, где в нашей шкале ценностей не стоит в первую очередь служить нашему Богу, это мертвые дела могут быть, понятно, что Бог знает, что каждому из нас надо устроить свой дом, свой быт, накормить свою семью, своих детей, но представьте, насколько благословенней у нас будет все получаться, если прежде всего мы поставим служить нашему Богу, почитать Его, как мы можем служить, и служение для нашего народа, до того, как пришел Машех, Ешуа, оно выражалось в том, что они собирались в храм, приносили жертвы, приходили в синагоги, приходили на собрания, читали Тору, изучали, сегодня это церковь, сегодня мы приходим на собрания, сегодня мы приходим на домашки, изучаем Библию, сегодня мы помогаем другим, потому что помогать другим, без того, чтобы самому заряжаться этой благодатью и силой в собрании святых, ты быстренько расточишь себя и останешься пустой, и мы как эти военные боинги слетаемся на заправку, вот то, что мы сейчас делаем, наши баки заправляются, Бог сеет свое слово в нас, мы же не изучаем здесь просто географию или математику, мы читаем его слово, его дух работает с нами, от этого мы становимся крепче и мы способны помочь другим, представьте, насколько благословений будет получаться со здоровьем, ты можешь многое делать, но если пошутнется твое здоровье, если хоть что-то маленькое, маленькая косточка в твоем рту заболит сильно, все твои мысли убегут от тебя, ты будешь думать только об одном, об этой боли, мы думаем, что нам надо целеустремленно к чему-то так стремиться, нам надо то и это, и тогда моя жизнь станет лучше, я скажу, что если ты будешь поставишь служение твоему дворцу, твоему спасителю на первую очередь, ты увидишь, как в остальном он будет благословлять, если суета и мертвые дела будут подчинены тому, чтобы убирать и выметать твой храм, делать эту генеральную пасхальную уборку, вы знаете, на какой праздник был распят Христос, кто скажет, и это не просто так сошлось, он очистил нас кровью своего сына, именно на Песах, этот агнец, который очищал народ Израиля, наших предков сквозь века, этим агнцем стал Ешуа, однократно принеся себя в жертву, навсегда очистил приходящих к нему, навсегда, неужели нам не почтить его в первую очередь, неужели нам не поставить его во главу нашей жизни, нашего мышления, в другом греческие переводы говорят о совести, как об образе мышления, неужели нам в шкалу наших ценностей и в образ нашего мышления, неужели мы сдвинем Ешуа с первого места, неужели кто-то другой или что-то другое займет его место, да не будет такого, друзья. Паша, помолимся и в этот пасхальный праздник, где кровь агнцев очищала народ Израиля, закрывала от смерти, от поражающего ангела. Мы помолимся, тем более кровь Христова защищает нас от поражающего ангела. Написано, что когда мы это делаем с почтением, если кто это делал без почтения, не размышляя о теле Христовом, написано, что поэтому многие из вас болеют, некоторые умирают. Смотрите, это напрямую связано со здоровьем и с долгожитием, его кровь напрямую связана. Мы не только должны почитать его кровь вот сейчас, во время причастия, хотя это очень важно, мы ее должны почитать каждый день в своей жизни, каждый день понимать, что это главная ценность. Отец Небесный, мы склоняемся перед Твоим величием и славой Твоей, перед Твоей любовью, которой Ты даровал нам спасение. Спасибо Тебе, Царь наш, Машех, Ешуа, за Твою жертву, за Твое послушание Отцу, что Ты был послушен и послушен до крестной смерти, до смерти на кресте. Тебе далось это непросто, и Ты даже просил Отца, чтобы эта чаша миновала Тебя, чтобы эта боль прошла мимо Тебя, но Ты сказал, что да будет воля Отца, но не моя. Это говорит о Твоем послушании, о Твоем смирении. Мы почитаем Тебя, размышляя о том, что Ты сделал для нас в эти пасхальные праздники. Мы хотим войти чистыми, очисти наши храмы, очисти нашу совесть, очисти нас от мертвых дел, Отец, очисти нас, очисти нас, Ты Святой Царь, очисти нас, от суеты, от того, что занимало Твое место во нашем образе мышления, там, где должен был быть Ты, там, где о Тебе должны были думать, если что-то заняло Твое место, очисти Отец. жизнь Ты Своей заплатил за мою свободу Тебе за кров Твою я поклоняю за тело Твое за нас ломимое с Тебе Вы можете проходить и причащаться по очереди Я поклоняюсь Тебе Я поклоняюсь Я поклоняюсь Тебе поклоняюсь Тебе Твое имя свято 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 Господь Твою имя свято свято Господь 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 К Господь 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 爱 Я поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе. 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 Твое имя святой, святой Господь. 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 Слава Богу!